нашей страны. Но с гордостью называют себя белорусами. Их традиции переплелись с нашими, и потому их жизнь для нас становится еще более интересной. Программа «Соседи» — это невыдуманная история о жизни людей разных национальностей и вероисповеданий, проживающих в добрососедстве с белорусами и в Беларуси. Сегодня в программе. Война в Афганистане. Сотни тысяч искалеченных судеб. Сотни тысяч беженцев по всему миру. Кто мог, они выбежали. Кто не мог, они остались на месте. Почему они выбирают Беларусь? Потому что я вижу порядок. И как здесь переселенцев встречает местное население? Они меня очень много любят. Прямо сейчас невыдуманная история о жизни афганца в Беларуси. Афганцев, которые живут в Беларуси, условно можно разделить на три категории. Те, кто окончил вузы остался здесь работать и жить, афганцы – бизнесмены и, наконец, самая большая группа переселенцев – беженцы. К слову, около 75% беженцев в нашей стране – именно афганцы. Спокойно живем, мирно живем. И не вижу никакой, никогда не почувствую себя, что-то будет здесь проблем. Потому что я вижу порядок. Когда есть в семье порядок, семья спокойно живет. Когда есть город порядок, город спокойно живет. Когда есть в стране глава порядок, эта страна спокойно живет. Шер Гул Дадгул. В Беларуси просто Шер. Родился в сравнительно небольшой по местным меркам афганской семье из 10 человек в городе Пактия, провинции на востоке Афганистана. Исламская республика Афганистан. Государство в Юго-Западной Азии. Территория около 655 тысяч квадратных километров. Издавна через эту страну проходили караванные и торговые пути, включая Великий Шелковый путь. После 11 классов общеобразовательной школы Шер Гул Дадг поступает в Академию МВД. Тут-то 18-летнего парня и застала новость о войне. За несколько дней до нового, 1980 года, в Афганистан вошли советские войска. На территории небольшой страны столкнулись интересы двух сверхдержав – Советского Союза и Соединенных Штатов. Афганское общество оказалось разобщенным. Те, кто поддерживал новую власть, остались в городах. А кто был против, ушли в горы в банды маджахедов. До последнего у местных жителей оставалась надежда на мирную жизнь. Однако этой кровопролитной войне, кажется, не было конца и края. Люди бросали насиженные места и по ночам небольшими группками бежали, куда глаза глядят. Мы ничего с собой не взяли. Мы только, только по возможности для детей, для женщин или ночей, по возможности чуть-чуть вода, можно быть какие-то орехи, но писташки, что-нибудь такого. И только оружие с собой взяли. Если бы мы на дороге, если что-то случится, если бы хотя бы мы до банди Сарде себя защищали. Так Шер выбрался из пылающего Афганистана. Сначала в Россию, чуть позже и в Беларусь. Здесь учился родной брат Шергула. Семья же не сразу уехала из Афганистана. Проблемы со здоровьем у матери, ранения отца оставили их в Пактие навсегда. Супруга же и дети переехали к Шеру в Беларусь спустя 9 лет. Тем временем перед ним стояла непростая задача. До приезда родных построить крепкий фундамент новой жизни в незнакомой стране. Спустя время в Гомель перебралась и семья Шергула. Здесь у афганцев родились еще двое детей. Белорусском я могу сказать, но ничего по белорусскому не могу сказать. Но учился, да, но я сейчас не помню. Хорошо приняли афганских детишек и белорусские сверстники. В садике шестилетний Халид – самый завидный жених и душа компании. Именно он самый активный участник всех мероприятий. Они сколько меня любят? Они меня очень много любят. Я их люблю. Я с ними играю, я с ними общаться, потому что они со мной дружат. В их семье воспитанием детей занимается супруга. Шер – самый настоящий добытчик. В начале 90-х путь в большой бизнес начал с небольших шагов по схеме купи-продай. Потом вместе с братом открыли четыре продуктовых киоска. И помогли им в этом афганские беженцы, живущие в Москве. Там ребята давно открыли свои коммерции, свой бизнес. Как мы его знали, друг друга изнакомились. Они сказали, ребята, у нас есть возможности. Можно взять, даже сейчас эта возможность есть. Сколько товаров на продажу вы возьмете, вы организуете. И после продажи, как комиссия, наши суммы, наши деньги вернете. Ваша прибыль, ваша прибыль. Как только бизнес пошел в гору, Шер решается на очередной рисковый шаг. И продает все торговые точки. Поднакопив денег, предприимчивый афганец покупает небольшие магазинчик и кафе. Есть там кишмиш, курага, мясо. Это плов? Да, это плов. Это афганский, азербайджанский, белорусский. Все я добавлял. Люди уважают, закажут каждый день плов. Еще есть мне босбаш. Там просто картошка, мясо, лук, перец. Он такой активный, он любит организовать людей, он позаботится о каждом из своей диаспоры. Поэтому, возможно, конечно, Шергул такой вот, он, конечно, импозантный мужчина, который достойно, как иностранец, живет в нашей республике. А это дядюшка Шахин. Азербайджанец по крови и белорус в душе. Уже 16 лет живет в Гомеле. Вспоминает, еще недавно был без работы. Помог в трудоустройстве ему именно Шергул. Но не может бизнесмен из Афганистана пройти мимо проблем беженцев. Его все любят, все люди к нему, к нему идут, потому что идет к нему, потому что его любят. Он хороший папа, потому что к нему все люди бегают к нему, потому что он хороший папа. Сегодня слава о кухне и фирменных лепешках Шакина разошлась по всему городу. По утрам за лавашом и вовсе очередь выстраивается. Постоянно. Уже 7 часов у меня хлеб готов. Уже перед 6 часов готовлю тесто. Всегда у меня уже 7 часов хлеб готов. Люди ходят, которые работают на рынок. Все. Бывает 20-30 часов, что каждый день люди требуют. Конечно, каждую семью, каждую беженницу, когда начало приезжается, месяц, 2-3 месяца его очень тяжело, потому что не знаете поликлиника, не знаете язык, не знаете, куда идти, где работать, как все документы делают, как все регистрации делают. Для этого все нужно. Для этого нужна помощь. Крепко став на ноги, Шер взялся за помощь своим землякам, которые так же, как и он когда-то, бежали от войны в Афганистане. Сегодня Шер Гулдад – председатель комельской общины беженцев. Это он помогает братьям по несчастью найти работу и освоиться в незнакомой стране. Это он наладил связь с благотворительными организациями. Именно здесь помогают с едой и одеждой, организовали курсы русского языка и помощь психолога. У нас были из ближнего зарубежья когда-то ходатайствующие беженцы. Заняли свою определенную нишу в нашем обществе. Наша страна очень интернациональная. Я считаю, что места для всех хватит. Есть в Гомеле место, где совершенно бесплатно разместят всех тех, кто по различным причинам был вынужден покинуть родину и искать счастье в Беларуси. Вот уже более четырех лет в областном центре работает пункт временного размещения и адаптации беженцев. Другими словами, второй дом для каждого из этих людей. Наш Новый год. У них же нет такого праздника. Мы приглашаем, организовываем наш Новый год по нашему календарю. Приглашаем граждан, которые проживают у нас, которые жили у нас здесь. Мы от них не отказываемся, потому что всех детей. И делаем им елку с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Социальные работники стараются сделать все возможное, чтобы обеспечить гостям комфортные условия для пребывания. А потому не забывают и про национальные праздники иностранцев. Для белорусов 21 марта уж точно с Новым годом не ассоциируется. И зря. В Гомельском центре поддержки беженцев Новый год встречают дважды. Один привычный для белорусов, второй – афганский. Навруз – праздник столь же древний, как и сама иранская земля. В переводе с персидского Навруз означает «новый день», день, с которого начинается год. Сотрудникам социального центра пришлось даже пройти специальные курсы, чтобы научиться организовывать афганские национальные торжества. Среди них и Навруз. Это один из самых важных праздников для афганцев. А значит, в подготовке к нему нет мелочей. Каждый предмет на столе не случайен. Будь то аквариум и пророщенное зерно, либо зеркало и монеты. Чтобы сегодня жить в безопасности и благополучии, афганец Шер Гулдад потратил полжизни. В Белоруссии создал семью, успешный бизнес и региональную общину беженцев. Теперь, говорит афганский белорус, его долг – помощь беженцам. Тем, кто сейчас, как когда-то он сам, приехали в Беларусь и ищут здесь лучшей жизни. Как можно по-русски говорить, это ваша проблема. Каждый, пускай свои проблемы, решает. Но у нас такое не принято. Для нас есть возможности, обязательно надо помогать. Даже беженец, беженец помогает. Один сегодня приехал, один завтра приезжает. То, который сегодня приехал, он уже на завтра постарается, ему что-то помог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова